Здравствуйте. Может, вы Авраменко Людмилу знаете? Так, кто это? Это ее клиент, Андрей. Она не подумает. А, ну, адвоката, да, знаю, знаю, что такое. Ну, а она не хочет со мной общаться. Ее назначили по моему делу, она никак не хочет выходить на связь. Ну, а я чем могу помочь? А вы передайте, что есть адвокатская этика, в конце концов, законодательства Республики Беларусь. И вообще, зачем она бралась за это дело? Может, ее принудили? Не, ну, чего принудили? Кто что сожидает? Хочешь взял, хочешь не взял. Хорошо. Ну, смотрите, я еще раз говорю, что она не в моей консультации. То есть мы в разных организациях работаем. Ну, в принципе, я знаю ее. Ну, это хорошо, наберу. Очень хорошо. В понедельник буду в Бресте еще там. Хорошо. Хорошего дня, до свидания. Слушайте, секундочку, а кто? Какой клиент? Я же не знаю. Паук Андрей. А, да. Ну, и у вас я тоже знаю. Хорошо. Она хоть в курсе обо мне вообще каком-то? Ну, не знаю. О, я не знаю. Не то, чтобы вместе где-то сидим там и обсуждаем. Нет, ну, у каждого своя работа. И, тем более, в разных консультациях мы увидимся там крайне редко. Да, да, да. Хорошо. Я, ну, может, у меня будет больше шансов ей дозвониться. Хорошо. Скажу вопрос. Я ее жду. Я ее жду. Передайте. Хорошо. Хорошо, хорошо. В этике адвокатской написано, что в своей профессиональной деятельности адвокат полностью независим. Как это? Все правда. Ну, каким образом он полностью независим? Как написано, так все в законе. Если вы хотите ко мне подойти или записаться на прием, пожалуйста, можете лично ко мне. Да я не могу я к вам подойти, понимаете? Хочу, но не могу. Ну, не могу я, потому что судят меня в Беларуси. Адвокатку, знаете, такую Авраменко Людмилу, может, знаете, из Бреста. Ну, вот. Вы обратитесь к этому адвокату, если она ведет ваше дело. Прячется от меня, не могу я дозвониться. Понимаете? Найдите на сайте номер телефона и позвоните. Да нашел я, и звонил, и по-всякому звонил. И друзьям, и коллегам звоню, и прячется от меня человек ее. А зачем она вообще адвокат у меня? Нет, ну, если она ведет ваше дело, то вы, ну, в первую очередь должны с ней какую-то оппозицию согласовывать. Так это я понимаю, но она же не хочет на контакт идти. Вот что происходит. Ну, напишите ей смс какой-нибудь в Вайбере, что вы такой-то клиент, когда вы можете ей там позвонить, в какое для нее там удобное время. И позвоните, когда, ну, она вам скажет. Я думаю, что она вам не откажет. Пишу, Людмила, здравствуйте. Как вы меня там защищаете, если не хотите со мной связаться? Вопрос. Это ваш подзащитный паук. Если вам страшно, то не отвечайте на это сообщение. И она не ответила. Знаете, вот этот документ, правила профессиональной этики адвоката. И я вот удивился. Тут четвертый пункт написан. Адвокату следует заботиться о престиже своей профессии и повышении ее роли в обществе. А как-то Авраменко Людмила, она как-то не заботится об этом. Я вам говорю так, мое мнение. Если она ведет какие-то ваши дела, то вы свяжитесь с ней. Потому что она вам может что-то более подробно сказать. И по вашим каким-то документам, которые она, видимо, изучала, я же вам подробно ничего сказать не могу на сегодняшний день. А вот скажите, пункт 8. Профессия адвоката является свободной профессией, основанной на верховенстве закона доверия и независимости. Скажите, что такое верховенство закона? Все, извините, пожалуйста. Никто не может мне сказать. У нас консультация платная. Поэтому, если вы хотите получить консультацию, вы должны записаться на прием и уплатить деньги. Нет, так я так не согласен. За деньги я могу рассказать, что такое верховенство закона. Я сейчас в отпуске и не осуществляю юридическую деятельность. Так вы не осуществляете. Вы просто скажите, вот посмотрел правила профессиональной этики. Извините, я прерываю разговор. Почему? До свидания. До свидания, потому что я в отпуске. Ну вы наглая. До свидания. Верховенство права – это значит, что закон превыше всего. Право, закон превыше всего. А если Лукашенко говорит иногда недозакону? Ну, я не могу с вами обсуждать эту тему, поэтому, если вы желаете, приходите на консультацию. Поэтому по телефону не могу вам дать консультацию. Я прошу прощения, ну, как бы консультация по телефону мы не даем. Но мы можем с вами посудачить, а не консультироваться. Я прошу прощения, я не имею возможности физически сейчас судачить. Ну, может, а когда мы сможем посудачить, когда вы позвоните? Я прошу прощения, еще раз повторяю по телефону, такие вопросы не обсуждаются. Ну, так она может быть где-то занята в процессах. Так, понимаете, у нее процесс со мной. Я, она мой адвокат назначенный. И не хочет со мной общаться. Я ничего вам не могу по этому поводу сказать. Мне вообще странно, что вы мне с этим вопросом звоните. Я вообще-то просто ее коллега. Мы даже в разных консультациях работаем. Так вы ей передайте, что она этику адвокатскую нарушает. Ну, выясняйте с ней эти все моменты. Ну, я что, в интернете есть ее контактные данные. Я сейчас еду за рулем, я не могу просто, я и так нарушаю, что я с вами разговариваю. И ничего нового, кроме того, что указано в интернете, я вам не скажу. Ищите, дозванивайтесь. Как так, передайте ей, как же она может себе такое позволить в правовой державе? Зачем ее назначили тогда? Почему она защищает меня, если она такая безответственная? Почему вы эти вопросы мне задаете? Я не совсем понимаю. Вы ей передайте, я не хочу это сказать. Я с ней даже ни в одной консультации работаю. Мы в разных консультациях работаем. Ну, если будете видеть случайно, скажите, что паук Андрей негодовал по этому поводу. Я ей передам. А вообще может адвокат себе такое позволить? Ну, как бы нет, но я же не знаю причины, почему она с вами не хочет разговаривать. Надо мной идет закрытое судебное заседание. Назначили мне адвоката, со мной она вообще трубку поднимать не хочет. А как это понимать, если есть этика адвокатская? Ну, это вы набираете, я не могу вам ничего сказать. Да она не подымает. Я понимаю. Дело в том, что я обычный секретарь, поэтому я ничего вам не могу сказать. Вам надо с руководителями общаться. Ну, значит, она занята. Я же не сижу рядом с адвокаткой Авравенко Людмилой. Ну, вы там начальник, так вы ей передайте, что паук Андрей, ее подопечный, которого она защищает в суде, вот сейчас в суд идет, она с ним ни разу не связалась. Я с ней не могу связаться. Ну, извините, паук Андрей, я не очень уверена, что вы паук Андрей. Это раз. Во-вторых, я ей передам, конечно, но приезжайте, спрятайте. Сейчас я ей могу позвонить, я ей смс-ку написал, никак не отвечаю, где адвокатская этика вообще. Ну, может быть, она в процессе, вы что думаете, что вы один у нее? Я не знаю, по какому делу она у вас участвует. Не, ну, в процессе, так она же везет мой процесс, уже идет суд, а она со мной ни разу не связалась. Так и что, у вас договора нет или что, я не могу понять. Она назначена госзащитником моим, она же должна хоть спросить у меня, как у меня дела. Что я по этому поводу думаю? Может, я какие-то показания могу дать, выстроить какую-то защиту? Она же меня защищает там или что? Ну, наверняка она вас защищает. Я не в курсе вашего дела, поэтому я не могу ничего вам сказать. Так, я вам как председатель звоню. Я просто убеждена, что если адвокат работает по вашему делу, то она работает как следует. Ну, так а чего со мной не общаются, если работает? Ну, очень сложный вопрос. Вот почему она с вами не общается? Ну, значит, она занята. Так как же так? Если вы звоните ей. Так как же так? Ну, вы же сами говорите, что она в процессе. Вы думаете, что у нее один процесс, только у нее есть другие процессы. Наверняка, значит, она не может поднять трубку. Серьезно? Так а как она тогда может меня защищать, если она вообще со мной ни разу не разговаривала? У вас что, спецпроизводство или что? Да, спецпроизводство, закрытый процесс. Ну, не волнуйтесь, она будет просить вас оправдать. Да? Откуда вы это знаете? Ну, я так думаю, раз она... Вот. А я бы хотел слышать, что она так думает, а не вы. Хорошо, я передам. Ей, если увижу. Ну, я тоже могу... Передайте, Паук Андрею, Вайбер ей пишет, звонит ей. Вайбер тоже нам не сбрасывает постоянно. И что это такое за разгильдяйство такое? Я же почитал даже кодекс. Еще раз вам объясняю. Если адвокат сидит в процессе, или в СИЗО находится, или на следственном действии, у нас... Мы идем туда без телефонов. А иногда, а если даже с телефонами, то если идет какое-то следственное действие, то мы не можем разговаривать по телефону и присутствовать на следственном действии. Я убеждена. Адвокат Авраменко, квалифицированный, грамотный адвокат. И я убеждена, что если бы у нее была возможность с вами побеседовать, она бы побеседовала. Если она не поднимает трубку, значит, она занята. Ну так суд же уже идет. Ну так вот, тем более, суд идет. Вот как вы представляете, вы сами мне говорите, суд идет. Как же она может с вами разговаривать во время суда? Нет, так суд идет же, переносит этот суд, перерывы делают. А что в перерывах нельзя со мной поговорить? Ну, я не могу отвечать, что делает Авраменко в перерывах. И даже не знаю, насколько она занята. Потому что вы понимаете, что я руководитель коллегии. Они непосредственно... Авраменко вообще в другом находится помещении, в другой консультации. Рядом со мной не находится. Так я вас как руководителя попрошу. Напомните ей о том, что есть такой экстремист, террорист, не знаю кто там. В общем, Андрей Паук Владимирович... Андрей Владимирович, приезжайте, заключайте договор. Нет, ну какой договор? Ну что вы мне у зубы заговариваете? Какой договор, если она уже работает? Она уже назначена в гос. Все хорошо, Андрей Владимирович. Всего доброго. Да. Здравствуйте. Людмила Игоревна, будьте добры. Нету ее. А где она? Оказывается, есть у нас закон об адвокатуре, статья 18, где в пункте 3 написано. Адвокат не вправе действовать вопреки интересам клиента. Оно хоть знает, какие у меня интересы. Не вправе занимать правовую позицию, не согласованно с ним, то есть со мной. Так что же, что же ты, Авраменко Людмила, взяла на себя этот грех? Тебе стыдно? Тебе страшно? Но это же не из-за меня, это же не я недозаконов придумал. Ты выбираешь такую власть. Ты подчиняешься преступным распоряжениям, преступной власти. Это твоя вина. Твоя, Людмила. Тебе с этим жить. До встречи.